Продолжение следует... Обратите особое внимание на этимологические словари. Именно из них вы сможете узнать происхождение слова. Как определить, какой частью речи является слово? Во-первых, нужно задать к нему вопрос. Во-вторых, проверить, что обозначает это слово. Например, «после дождя на небе появилась радуга». Задаем вопрос к выделенному слову. «Появилась когда?» «После чего?» «После дождя». А в начальной форме это слово отвечает на вопрос «что?» и обозначает явление природы. Значит, это существительное. Другой пример. «Как весело бегать по лужам». Выделенное слово «бегать» отвечает на вопрос «что делать» и обозначает действие. Таким образом, мы можем убедиться, что это глагол. Правописание мягкого знака «после шипящих». Мягкий знак «после шипящих» пишется у существительных женского рода третьего склонения. Таких слов, например, как «мышь», «ночь», «рожь». А также у глаголов в разных формах. В неопределенной форме «что сделать?» «отвлечь». В форме второго лица единственного числа «что делаешь?» «читаешь». В форме повелительного наклонения «что сделай?» «разрежь». Мягкий знак никогда не пишется «после шипящих» у существительных мужского рода в таких словах, как «меч», «плащ», «нож» и у существительных первого и второго склонения в родительном падеже в множественном числе. Например, «пара задач», «пара чего». В начальной форме это слово «а» отвечает на вопрос «что?» «задача». Имеет окончание «а» и относится к первому склонению. Несколько «училищ». Начальная форма этого слова «училище» – это существительное среднего рода и относится оно ко второму склонению. Каждое предложение имеет свою грамматическую структуру. Его основу составляют подлежащее и сказуемое. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» «что?» – это вопрос именительного падежа и обозначает предмет речи. Чаще всего подлежащее выражено существительным или местоимениям. Сказуемое отвечает на вопросы «что делает предмет речи?» В таком случае оно выражено глаголом «каков он, этот предмет речи?» И тогда это прилагательное «кто он, этот предмет речи?» И в таком случае сказуемое выражено существительным. К трестепенным членам предложения относятся определение, дополнение и обстоятельства. Определение отвечает на вопросы «какой?», «чей?», «который?» И чаще всего выражено прилагательным. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей «кого чего?», «кому чему?», «кого что?», «кем?», «чем?», «оком?», «очем?». И, как вы понимаете, это чаще всего выражено существительными. Обстоятельства отвечают на вопросы «как?», «где?», «куда?», «откуда?», «насколько?», «когда?», «как долго?». И чаще всего оно выражено наречиями. Разберем пример. «Вечером мы пили душистый чай с малиной». Подлежащим является слово «мы». Оно отвечает на вопрос «кто?», выражено местоимением в именительном падеже. Мы что делали? «Пили» – это сказуемое, выражено глаголом. «Пили что?» «Чай» – это существительное употреблено в именительном падеже и является дополнением. «Чай с чем?» «С малиной» – это существительное с предлогом. Употреблено в форме творительного падежа и тоже является дополнением. «Чай какой?» «Душистый» – это определение, выраженное прилагательным. И, наконец, «пили когда?» «Вечером» – это обстоятельство, выраженное наречием. Проверим еще раз. «Вечером мы пили душистый чай с малиной». Подлежащие «мы» – «кто?». Сказуемое «что делали?» – «пили». Дополнение «пили что?» – «чай». «Чай с чем?» – «с малиной». Определение «чай какой?» – «душистый». Обстоятельство «пили когда?» – «вечером». Обстоятельство «пили когда?» – «пиль». Продолжение следует...